господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 116 вопросы события дня задавайте вопросы 5 апреля 2016 года какой эпиграф взят это вот царском изречении кругом измена трусица обман а далее я не бываю ни на каких ресурсах только у меня свои есть а на свои вообще нигде не захожу много столько накидывать я не успеваю смотреть дать рецензию дать комментарии на книги на видеоролики десятками десятками каждый день поэтому я прошу заходить на наш форум тут я быстро отвечу оказалось около сотен накопилось пейсбуке разное там ну сколько можно объявления давать я не бываю там модераторы не могут заняты все работой вот почитайте что то говорится и краткое содержание на ролики на наши о чем они на какой минуте и что прочитайте вот это тормозите на этом месте это прочитайте ну и вот а вот этот перевести на наш обосвете библии сайт на что там у нас книги говорят ну чтобы вот так можно было читать вот по системе позиции ну идут занятия у нас тоже прочитайте в какое время вот она тормозите запишите себе на сергея выходите среду пятницу то есть сегодня ну и вот мне подсказали теперь кто выставляет наши жития выставлено уже сто семьдесят шесть житий это очень легко сказать на какой мучениц апеллиты и лидия вот как она выглядит жития святых на каждый день а внизу написано кто насчитывал сто семьдесят шесть видео это на пятое число то есть на вчерашнее а дальше можно все время смотреть а сколько еще будет что интересно еще а и всего 1173 фактически 1000 еще осталось 1000 роликов жития святых понимаете у нас такое сокровище я как-то вел радиопрограмму очень популярная была программа как автор составитель исполняющий там какие-то наворачивает у меня три радиопрограммы было по краевому радио две были как говорится онлайн одна часовая часовая программа а потом вопросы и ответы по эфирному времени как считают первое место было потом все это зарубили и кто патриархийные священники стали звонить но и вызывают меня и говорят вот понимаете вот просят люди мы не можем и пренебрегать мнением людей что просят и в то же время епархия давит подчинитесь местному епископу заталкивает туда да кто ж так делал когда но если нет защиты мы больше вам давать не будем а у вас еще есть какие проповеди это выступление тем это я ему сразу на стол выложил 160 там еще у меня заготовок а потом люди звонят а почему это у него все кончилось больше нету проповедей больше полутора сотен понимаете то есть везде ложь измена обман и который это делал гринько или николаевич он радиостанция это директор был то буквально следом за мной его сразу выкинули оттуда какое-то измерение весов там какую-то палату ушел все так еще не делал звонил там где он обращался о восстановлении нету я ему тогда позвонил и сказал пока меня не восстановите его мне восстановиться потому что мы связаны не будет меня не будет исцарского места как говорил григорий пимович и вы все пойдете под нож так все и получилось и который его выгоняли и тех выгнали и вот смотрите как что мы получили за один день вчерашний немножко хотя бы дмитрий игоревич думал будет проходное видео а оказалось и на вопрос мой один ответили и в номинальничек занес несколько ссылок чудо дела твои господа чё то думал проходное видео что такое обычное видео будет куда-то туда когда слушал и друг там оказались ответы на его вопросы мне это постоянно идут такой это бог делает так и главное только включил и мой ответ горит есть это бог так делает и дальше и на познакомились одна из америки пишет мне благодарю очень полезно увидеть себя со стороны вчера же поговорили вчера я выставил этот ролик разговаривал с сыном дочек и невесткой они откровенно признались что сейчас будут волноваться влияние моих взглядов на их деток я другого и не ожидала на все божья воля почему бы и же это уже где-то еврейские хватили маленько это не годится бо о если бог и господь и йоту одну черточку оценил так зачем я черточку ставить здесь не буква о должна быть а это все подражание кому-то евреям я знаю они любят господа знаю будут продолжать молиться моем спасении а я в их спасении то есть друг друга крестят сзади чтобы обратились это православное такое пожалуйста вспоминайте семью из филадельфии своих молитвах геннадий алексея никиту ли джоли и инну джоли а то юлия действительно говорил нервно слишком эмоционально даже признаваясь в любви к протестантам сказала любить их нельзя хотела сказать не любить их нельзя вот у тебя ты не подставляешь геннадо тебе еще нашелся соратник разница есть а вчера уже начали на нападать его да как так не любить когда написано всех любить она наоборот не убрала не добавила я добавляю она убирает а эти тоже делаешь иногда убираешь любовь к слову у них настоящие они будут самые лучшие православные верю вернуться домой домой то есть православие это действительно ищутся такое как долго долго где-то был и вернулся домой благодарю еще раз за ваш деталлический труд верю скоро вся наша семья будет свидетельствовать на вашем сайте о возвращении православия единственное истинное ну дай бог буду ждать от вас информации как встретиться с учениками отца лекарствами я уже дал всех господних благословений вам и всему вашему окружающему раз пришел человек я знаю мои недруги сейчас кинуться их заливать грязью я не так он и не такой но успокойтесь почти все время это делать и великий пост не влияет сами судят смертельный год никого не судите я же не судите брата моего и видно что ничего нету чуждых христианство люди юрий соболев игнатий тихоныч разъясните слова христа о том что он послан только коцом дома израилева жена фифилак толкует это место как прежде всего к идее но ведь только означает исключительность как например в значениях матфея 17 понятно но так и есть как вот написано и господь так и шел среди евреев было проповедовал и говорил а учеником дальше и так как вы не приняли павел говорит отныне иду к язычникам вот первое так и было я послан послан был потому что это его народ избранные они должны были услышать обратиться они пришли другим дверь открылась другая половинка а так как дверь комната на две половинки евреям открыто и язычникам закрыто еврея поставили преград этим открылось в конце будет опять язычникам прикроется евреям откроется божий план тут все толкует правильный фифилак именно вначале дьякон георгий нет пророка своем отечестве интересно о святителе игнатия брещенина я тут кое-какие выдам данное сейчас об отступлении российской церкви от путей церкви христовой российская церковь и церковь христова вот мы смотрим ян то этот игнатий брещинов сам то понимает что говорит или нет а говорит хорошо программным по существу подлинно святоотеческим и святорусским по всему своему характеру документам предгибельной для страны эпохи в котором были четко указаны как причины сложившегося положения церковной жизни россии с весьма жесткой его характеристикой таки пути исправления являются особые записки еще до 1862 66 годов святителя игнатия брещанинова вот так какой год у меня 1866 ну правильно так я приготовил маленький материал чтобы тут сказать в игнатия брещанинов он родился 1807 году а умер 67 год показано здесь за год до смерти это он говорил за год до смерти то есть пушкин родился 1799 году он на восемь лет был моложе пушкина на восемь то есть 30 лет жизни пушкина совмещается жизнью игнатия брещанинова друг о друге нигде ни слова как будто не знали все остальное вот эту славу пушкина славу причине но это все потом потом люди уже искали себе кумира по накрутили тут даже другое будет дальше все ли знают когда серафим саровский жил он родился 1754 а умер 1833 78 лет жил 33 а пушкин был убит когда тридцать седьмом и ни одного слова о серафиме саровскому нигде не говорит нигде а серафиме саровска много ли говорил игнатия брещанинов то но потому что серафим то саровский вон когда жил 54 году а это 1807 то есть фактически то 33 серафим саровский умер то а игнатия брещанов 67 то есть они захватили при серафиме жили ни слова то есть все остальное это придет потом я вот небольшую дам сейчас статистику которые не знают по житьям святых это можно найти но у меня тут легко искать потому что я каталоги составлял в книгах димитрия ростовского евангелист марк жития его 13 страниц где-то себе помещайте 13 страниц апостол иоанн это я на меня так пять страниц пять дальше матфей апостол проповедник там евангелие написал 8 страниц так у петра побольше потому что там много про него написано 19 страниц 19 у павла еще больше потому что они все известно 26 апостол андрея 6 страниц тимофея 6 страниц сарафим саровский 61 в 10 раз больше чем апостол андрей и он больше сделал нет все последующее накапливалось и дальше это идет и идет и идет чего не было ни записи ничего не было ну тут маленько даже поэтому и то видно как биография александра невского пишется пишется биография все проходит после его смерти три года уже книжка появилась а ничего нового не было проходит еще сто лет 14 книжек уже проявилось по его житию и не не знал ни записок ничего ну понятно что фантазия писательский талант есть дальше пиши и пиши и пиши как же это страха то нету как можно дальше писать то почему больше не написали про андрея а потому что ничего нету 6 страниц в 10 раз больше с лишним даже серафима саровского а то явно кумиры новое божество появляется и все добавляет его не один серафима саровского ни один архиерей не проголосовал где их канонизируют ни один царь сказал канонизировать все канонизировали как будто царь был на небе все знает видел да я не против ну нельзя не смотреть на это и о чем сейчас будет говорить игнатий бричанинов то у меня в книгах написано я говорю он не рожден свыше он даже об этом не знает игнатий бричанинов а когда его вот игнатий бричанинов в 1988 году 1988 его канонизировали раскопали а до этого где он был или что-то за это время было ничего нету поступил заказ федора ушакова для военной мощи нужно чтобы заступник был пожалуйста канонизировали военного готовится суворова канонизировать а почему не канонизирует он также как мамонов кукареков все было людей погубить многих погубил русских толку погубил и вот игнатий бричанинов за год до смерти пишет необходимости собора по нынешнему состоянии российской православной церкви действия существенно нужно для российской церкви вот как он озаглавил что нужен собор нужно собрать и ни одного вопроса необходимого не поднял он видел только то что нет он монах он видел что беда где-то рядом он это чувствовал и когда интересно они с товарищем пришли в монастырь приняли там инощество где-то монахи против них так ополчились ножа не давали мы картошку чистили топором я больше нигде этого не считал картошку топором попробуйте это в монастыре игнатий бричанинов это в него книжи так записано дальше основная мысль святителя его записках о соборе предельно ясна спасение каждого человека в отдельности и всего общества целом в данном случае православной россии зависит от состояния их христианского самосознания и внутреннего духовного устроения а понимал ли он это говорил христианского самосознания а что такое положительным же все это может быть только при их соответствии духу евангельского учения соответствия этого как раз и нету все дело чтобы не было соответствия предание традиции предание традиции на этом сгнили чего увы ныне не наблюдается напротив налицо значительный развал жизни как церковной так и общественно верской все усиливающиеся и все ускоряющиеся удаление страны от былых идеалов подлинного православия и святой руси никакой святой руси во первых не было он еще не понимал и знаете это причинен авто подлинного православия какой подлинный идеал не евангельской веры христос не сказал что подвязать из-за веру православную там или какую-то древне православную супер православную евангельская то далее все войдет в русло и православия святитель игнатий называют и причины не строение в обеих сферах христианского бытия россии видите сферах христианского бытия церковной общественной мирской слова то все какие касаясь первой из них собственно церковной он пишет главная причина не строения церкви заключается в том что правила святых апостолов соборов и отцов оставлены без внимания даже забыты а заменены они выдумками чуждыми духа церкви заимствованными из духа враждебного православной церкви уничтожающими самый дух церкви при оставлении одного наружного благоприличия в некоторой степени и форме и он говорил монашество кончилось это вот хорошо он сказал остались одни актеры актеры ничего не сделают 1275 монастырей было ну все это конечно не знал но говорит едва ли в четырех теплится жизнь едва ли то есть то под сомнением то есть все кончилось но все монастыри монастыри и опять то же самое пошло но если вы канонизировали ну возьмите хотя бы это выдумками и когда разговариваешь вот у меня тут был нападал на меня один из томской епархии дудин а то есть по канонам да это все устарели каноны тогда в церкви никого не будет то есть жратвы не будет корыто пустое будет тут понятно что и прямо бьются за это правильно что отступили главное что архиерей скажет понимаете главный архиерей скажет лизоблюдство лицемерие такое прямо отвергают все ну если и знаете причину признаете ну скажите дальше то свое слово что вы предатели изменники трусы обманщики народа нет которая на меня выходят священники все одинаково говорят да что вы каноны да это кто да могу ли я да и люди так израненные бабушки да я стараюсь их пригладить да да как же так можно они столько настрадались а то есть жулики в рясах мюнхаузена вообще я говорю он даже не слышит о чем я говорю забился где-то сидит один как бирюк как волк серый и поглощает только все на покойниках везде мародерствует но остановись один раз ты умрешь остановись остановись дрогни бог был на земле оставил евангелие есть дух святой ничего не знают свое надо жалеть и пяти минии одной нету нету забор 10 лет права василия великого вот об этом и гнать обещаний нас говорит выдумками все заменили серафим саровский три дня три ночи молился только это не одна сня стране а только об архиереях пощади господи и бог заговорил не пощажу и не помилую потому что слово моё заменили выдумками вымыслами человеческими 113 стих 118 а псалма дальше все эти противоцерковные выдумки особенно зримо начали разлагать тело церкви со временем синодальной реформы петра первого голландско немецкого типа и определивший дальнейшее развитие всей церковной жизни значительной мере по пути прозападного обновленчества протестантского толка продолжая мысль святителя именно петра и можно называть первым церковным обновленцем россии антихрист а то самый настоящий антихрист разрушитель был боятся сказать дальше обновленцам а то сегодня еще трепещут боятся а если бы тогда все до одного восстали и все началось бы гонение как при деклетиане церковь обновилась бы а петра этого бог бы сдернул его бы не было петрушка вся бы эта петрушка закончилась как пишет владыка игнатия спасли его ради владыка владыка с большой буквы только один бог и так пишет отцы святые все с большой буквы славолюбие пишет как пишет владыка игнатий с последних годов семнадцатого столетия западным ветром нанесено много грязной пыли внедра церкви и внедра государства к вреду для веры нравственности и народности вот что такое нанесло это сегодня защищает все тянулись на патриарха с папой встречался давно все про католичное вот и гнатия о чем говорит а не вид тех которые нападают это все про католичное обновленцы сергианцы попыток лютые волки не щадящие стадо и вот теперь во свете вот эти слов то маленький гляньте на себя кто вы такие неведение православной веры взгляды на нее и на церковь из идей доставленных развратом протестантизмом и атеизмом были причиной что вкрались и насильно внесены православную церковь посторонние чужды враждебную духу церкви постановления противные то есть противоположные правила это которые видимо георгий там это диакон подставил своих учению православной церкви правильно россия со времен петра первого часто и много принесла пожертвований в ущерб веры в ущерб истины и духа для пустых и ложных соображений политических которыми прикрывало разращенное сердце ненависть и презрение к правилам церкви и закону божию пришла царица александра это алиса почему не крестили а вот приняли решение католиков не крестить протестантов не крестить только помазывать да они не крещеные совершенно не крещеные это все обменяют прям правила были такие всегда крестили католиков все эти соображения поколебав страшно православную веру оказались решительно вредными для государства и администрации еще не видел игнатия причинина что дальше то будет как будто будет забучивать как сто тысяч сразу пойдет под нож монашество а уже дальше то пойдет на 100 миллионов рассчитывается как достоевский предсказал поэтому по мнению святителя прежде всего и следует вернуться к церковному преданию не к евангелию вернуться к преданию а то сегодня диакон это говорит отказавшись наконец от разлагающих элементов западноевропейского модернизма искажающих православную жизнь россии тем более не идя по этому пути впредь ну давайте не к преданию церковному а к писанию священному писанию вот допустим вы знаете враги нам лучше друзья бывают они право подсказывают я сколько раз говорил собраться вместе щаплина надо было взять и пойти и к ней взорова александру гребовичу и сказать вы скажи нам все претензии то мы запишем потом рассмотрим можно было это сделать вот мне вчера говорят ну люди приходят в православие а бывшие товарищи протестанты там сектанты еретики то них долго скажите написано взяли преломили хлеб ежедневно преломляли зачем у вас на кубики режут ножом отвечать ничего не нельзя его создали там танец то где вырезать не ущипнуть где какая крошка сколько там чинов но все это ладно но зачем это сделали то но сегодня хотя скажите от отступления от истины или нет я ничего не меняю я просто вопросы ставлю то нам ставят вопросы я говорю я не могу не защищать ничего написано преломляли хлеб почему то так не сделать зачем это все лжица копье там копьем теперь леща там кого-то где-то открут там дальше уже начинается самоначащий оккультизм обязательно вот антиминс должен быть обязательно обязательно без этого никак там под престолом где там что хранится закопано где вы если этот ритуал то только для того чтобы прикрыть страшную рану нанесенную церковь профессор марсенковский владимир филимонович говорил отними из сознания людей евангелия и там будет зияющая смертельная рана который ничем не прикроешь во времена еще златоуста было отдельно давали в руки хлеб тела христова и люди уносили домой я готовы говорит зачем золотые сосуды сделали то рука почти не золотого сосуда берите в руку как у нас сейчас просторку берут и вино пили из одной чаши нас спрашивает протестант а почему у вас ложечка это все вместе это христос же не так не так почему мы изменили мы изменники мы никогда не сдвинемся с места пока не признаем что это не так а вы как я признаю все как есть я ничего не меня я не реформатор но внутри себя я должен осознавать сектантами должен сказать да мы исказили я готов сделал для того чтобы волшебники не воровали а они как раз теперь-то и воруют больше всего как угодно могут делать что угодно да так можно и евангелие не давать а то евангелие кому-то руки попадет как бы не исказили как бы не насмеялись вы раздаете их выбрасывают так вообще ничего не надо по старобрядческе сиди тысячу лет лежала пусть дальше лежит дальше как призывал тогда владыка не будем вводить ничего нового а когда он говорил уже все новое было но монашество ты монах откуда ты взял монашество когда идите по всему миру у него тоже укороченная куция была мысль у Игнатия Брещанинова то что вы из него идола то делаете то я его признаю святой ну что он он варьировал житьями святых но житьях то святых то там ну мало что евангельского то все главное монахи канонизируют монахов если икона явилась монастырь построил все сто процентов будет гарантия уже он будет канонизирован ака что по-вашему как никак до времени христова ничего не надо само сознание подсказывает павел святой петр святой и дальше последуем с точностью поучения которая при передана нам святой церковью святыми апостолами святыми отцами святыми отцами с большой буквы святыми с большой буквы слово святой даже перед именем божьим пишется и то с маленькой буквы отец один отец небесный тут видно куда косяк пошел таков возглас повторенный почти на всех вселенских поместных соборах святыми святителями святыми святителями и святыми отцами присутствуем еще на этих соборах и восстанавливая православный в действительном смысле дух церкви осознанием ошибки самоотвержением должно отказаться от всех уклонений человекоугодливых преступных в отношении к богу о чем я сказал это есть преступные и нам защищать никак этого нельзя отказаться от этого мощи все захоронить честью захоронить отовсюду и из антиминцев отовсюду захоронить с патриархом с пением самом почетном месте на земле вернуться к этому и понимаете я говорю то если бы сейчас вы это узнали вот на чем притыкаются протестанты сектанты что побудило их отделить если бы все это убрать лютеранства бы не было никакого если бы инквизиции убрали индульгенции убрали и лютеру то делать нечего было перевели его правильно сделал лютер мартин молодец все лютеранства не было это сотни миллионов сотни не пошли на это вот сейчас сказали бы все вот это все сделать на что указано здесь и протестантизм сразу будет буквально обезглавленным поток то из православия туда не пойдет не пойдут никогда на это хотя бы все ушли но будут держаться за предание традиции которые пришли тысячу лет спустя после евангелия дальше противном противном случае без этой решимости лучше не созывать собора да не надо ничего и не нужен он этот собор когда главное к евангелии то не возвращается катастрофическим видит святитель и состояние современного ему общества все менее становящихся христианским вспомним как об этом джескорбил гораздо ранее и святитель тихон задонский вот это дьякон который это сказал это выставил а сам то он знает нет вот я о чем говорю вернитесь к евангелию я говорю вот я отвечаю четыре места библии которые указывают на то что нужно делать первое филипийцам 1 27 только живите достойно благоествования христова чтобы мне благоествование христова как благовествования христова достойно его знать и достойно с ним смиряться чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязать единодушно за веру евангельскую надо дать людям веру евангельскую увидите от порога от вешалки в театре до алтаря до батюшки с дарами все исказили все искаженное евангельского то ничего вообще нету и не страшитесь ни в чем противников которые нас будут нападать за эти слова на меня обязательно будут нападать это для них есть предназнаменование погибели а для вас спасение когда мы говорим вернуться к евангельской вере это для спасения а им для погибели это потому что они боятся на евангельскую поставь тогда все остальное это нет у них ничего и нету если от бога потому что вам дано ради христа не только веровать в него но и страдать за него таким же подвигом какой вы видели во мне и ныне слышите о мне таким же подвигом вот образец подражайте мне как я христу а то вот это надо запомнить дальше это на то что впереди написано и вот это она отвергающий меня не принимающих слов моих имеет судью себе слово которое я говорил она будет судить его последний день для меня это было решающим если слово его христово евангелие будет судить все остальное уже у меня не может быть главным не может быть второстепенным даже если она противоречит и поэтому на меня и смотрят так а он как сектант говорит тому что евангелие тоже сектантская наша наша это предание наши это свечки нечистые при том свечи не восковые это все мерзость перед богом не чистая не чистому ладан не чистый глаза выедает то есть приходят люди одеты мерзок перед богом когда мужская одежда нет оправдывает брюки лишь бы такая ширинка не в том месте женщина брюках оправдывает храм запускают ну понимаете даже старобрядцы эти держатся они не запускают ну посмотрите маленько там вокруг себя первое тимофей вникай в себя и в учение какое учение учение священной библии занимайтесь им постоянно ибо так поступает себя спасешь и слушающих тебя вот так а не так поступает не спринясь тебя не слушающих тебя не спасешь вот я показал где они дальше между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слова вот что нужно делать ходить и благовествовать слова не нападать не определять как сегодня миссионерские отделы какие-то сделали шпана грубая жестокая мстительная и вот посмотришь как ходят они где говорят толпою они не знают неуважение к людям и я не говорю что уважать ересь какой-то нужно вот и послушай что они говорят ничего не признают он знает только одно в храм прогулка по храму как данил цисоев какая прогулка по храму ты сначала вы все расскажи скажи храм придешь глаза закроешь чтобы не смотреть то что у нас есть тут есть благодать но все искажено юрист интересно да такая книжечка была выпущена у меня я не знаю сколько 50 тысяч на я распространил протеерей виктор потапов молчанием придается бог зарядите в яндекс в гугл найдите прочитайте она небольшая брошюрка то совсем 60 страниц есть что послушать он в вашингтоне это единственный радиокомментатор голоса америки многолетний был я у него был ночевал у него очень хороший человек матушка прекрасная человек там у него в это время был сын отца глеба якунина потому что тут ему угроза было но туда отправил мальчишку и вот прочитайте здесь а потом еще советую прочитать горькие плоды сладкого плена зои крахмальниковой горькие плоды это все вы я хотел выставлять я вижу что все это выставлено прочитайте тогда вы будете понимать что такое московская патриархия и как ее выправить возможно ли это тут все на одних документах юрий соболев сегодня общались с братом михаилом как все же удивительно господь устраивает что такое духовное единомыслие воскресательный знак делимся и гнати тихоныч впечатлением и находками из ваших свежих роликов как новый фильм обсуждаем молитвенно обнимаю вас поклон братьям я не понял там у него что-то он показывал как у старообрядцев идет служба мне ролик этот скинул я не понял то ли он расположен к этому старообрядцы не белокринецкая иерархия а новозыпковская вот там тоже у них и некоторые даже не знают что в стране это два патриарха они патриархом провозгласили александра там кажется калинин фамилия его и он сидит на кресле поют служба идет то же самое что принесено в руси да мы то держим напев конечно другое чем у белокринецкой иерархии но так стоят старообрядцы которые приняли священство белокринецкой иерархии уже были они возникли позже но с ними уже никак не соединяться точно так же как и православие везде проповедь ни на каком месте стоит дальше сергей гнатов паси христос слушал ваш диалог во свете библии и просвещался сам впитывая в себя знание то есть у меня лень чтобы становиться на молитвы как царь и пророк давид это делал после причастия в воскресенье я остановился на молитву сила духа была я как оставила меня то я снова разленился и не побуждая себе к ней помяните меня грешного и тщеславного своих молитвах пред господом аминь вот а грешность тщеславный вот так надо говорить это православное уже а то что освобожденные от греха о чем призывает павел говорит и о том чтобы все для бога сказать а вот это если не сказал бы он то сказали бы уже сектант а вот это так надо а кого это может привлечь если мы грешные тщеславные надо исправляться от этого вот теперь показать что он сейчас я уже сегодня который поставил сейчас маленькая скину лишнее вот вот у нас лист это мой мир в моем мире все выставляем вот и сегодня вышли на меня новую тему организовали не новую а прежнюю то есть написано продолжение люди ждут ответа и это продолжение вот оно где написано продолжение там очень много много уже тысячи уже и взяли эту тему как бы отрубили пишут вопросы гнатия тихоновича некоторые люди ждут ответ также вопросы же пожелания рассуждения отправлять в этой теме ответы даются на видеоканале во свете библии открытым оком видеоканал игнатия лапкина во свете библии следите за выпусками в теме на канале номер вопроса пожелания событий дня задавайте вопросы но на каждый день мы подправляем вот стоят 15 уже здесь на форуме всегда выставлять лично свое фото свое фото свое фамилию имя глаза должны быть открыты без темных очков ничем не закрыты прямо смотреть писать и себе честно задавать нужные душеспасительные вопросы они ради разного любопытства если по-другому будет я просто выкидывать вот у меня времени глупо себе заниматься или попросить принять для беседы по скайпу ищите гнати 10 3 0 до 17 0 по московскому времени уже 4 будет поставить у нас время изменили 4 по москве но сначала написать внизу skype по сообщениям свою просьбу эти темы разговора все разговор по скайпу записывается выставляется в интернет на наши ресурсы ничего здесь плохого нет будет полезно для назидания и другим видишь какое это вступление на этот час открыл он дальше продолжение это и в самом деле так и есть если он человек а я не согласен я сразу выключаю мне не надо даже время тратить что-то таится там прячется не называет себя зачем мне этот туман наводить дальше кто не согласен на это и дает разрешение не дает разрешение тех просим не беспокоит нас зряшно и не дает разрешение видимо написать и не дает разрешение хамство перебивание в слове не приветствуется также в этой теме публикуем сообщение тех у кого нет возможности выйти на форум лично вопросы собраны из разных мест и туда же разместятся ответы вот здесь и да рекомендуется и геннадий по возможности отвечать оперативно на все на все так как люди с разных уголков интернета большинстве не с форума вот так вот кто то такие молодожены михаил рябов очень люблю светочку и сына сережку но вот она это значит он любит ее хорошо мы дальше что если на сережку еще больше нет ну дальше здравствуйте тихоныч и можно вам задать вопрос как вы относитесь к организации свидетели его как я смотрю даже это никакого отношения не имеет к христианству это самое легкое такое выражение я считаю это от сатаны все искажено сюда до одной точки не троицы не признают ничего к ним относиться не надо и как вы считаете иисус сын божий или сам бог 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 сколько уже говорено я показал где и нарекут имя ему эмануил что значит с нами бог в самом названии говорится прямо по другому переводу нет и пророки говорят начали было слово слово было у бога и слова это было бог что два бога было бог мне кажется что бог егова а его сын христос сын христос но еще кажется то и кажется игрок есть такая поговорка видите как вот здесь разодрала разодрала я сейчас найду где-то большую выкину слава иисусу христу нет сейчас и через час позвоню до жан бобылев родной город там дальше какой-то сал миром и дорогой гнати тихоныч с постом молитвы покаянием ваше мнение встречи патриарха с пара уже неоднократно отвечал ничего нового не внес тут и нападает на него зря и патриарху нужна помощь от нападок монашеских я это уже сказал много раз дальше вероника фетисова слава слава богу за вас игнатий восхищательные знаки но благослови бог женщине 1 в платке нету дальше лидия свиридова остановись мгновение ты прекрасно еще бы лучше спасибо с господи игнатий прекрасное время все у нас есть вот фотографии видимо разделила дальше а там выше андрей иваницкий вот ни один мусульманин не позволит себе как говорил рамзан кадыров чтобы вот так на людях он обнимал женщину никогда нигде во всем мире а у русских понятий никакого нет здравствуйте игнатий если есть возможность пожалуйста ответьте на порядок вопросов первое почему русь языческая приняла православную веру причина а не какую другую но причина написана в этом ходили послы послы эти были язычники им понравился внешне вот это все что есть ладан они всеми пяти органами чувств полюбили как на небе были на каком на языческом и поэтому так а вы что против не против но я объясняю как они не надо брать это за основу ой мы были как на небе я говорю если бы где-то на соседней улице павел проповедовал апостол они пришли бы они приняли бы конечно нет они греческого языка не знали так уж бог допустил почему государство не пересекает пересекает секты на территории рф вы пресекает до толку то никакого нет дворкина прислали пресекать то главный дворкин а остальные с подворотни в этом дворе лают там на них надо учиться у сектантов многому свидетели еговы заранее вот заранее ну что это нельзя написать писала ну понятно что екатерина писала с ошибками в одном особе еще она четыре ошибки делала из чего но так она не русская была за и ранее не поймешь даже поранены кто-то или что-то так вот это вот она разодрала вот от тебя фотографии это убираю сейчас потому что ну никак нельзя дальше смотреть вот это вот да и этот вернее то что есть я ответил сейчас о все стало на место лишь как дернулась еще маленько будет сетлана сетлана карпова спаси господь вас добрый человек на славу божию игорь игорь кузнецов быть там где ты нужен отец игнатий неделю назад ездил сергиев посад папик сад ну понятно как будто пошел куда-то к столбушку повернулся и посад надо ну разве так говорят с каким трепетом и каждый прихожане преподает караке святого сергия у нас церкви такого нет это можно сделать ну зачем он не понятно что написал дальше алексей евгеньевич про аудио архив и начитку лапкина еще на бобинах слушал те то еще годы наблюдаю с 80-х пришли толковый пресс-релиз журнал читатель ссылка мой там размещен я не понимаю даже семён семёнов спасибо вам игнатий тихорич ну это понятно вот уходит что все у него здесь так а где тут вторая страница то куда переходить а вот где-то вот тут вот это вот это вторница да нет наверно не страница что-то она разодрала ее тоже еще не до конца сошлось да 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 вот внизу перетащите вот в краю вот она тут три страницы вот она вторая страница он мне надо понимать но это новая еще не смотрел это прямо сходу беру и что алексей воронюк простите меня дорогие на коняшке это здорово у нас была такая лошадь зиры такого же вида красиво ну и что благодарю вас игнатий благодатного и спасительного поста и вам также стене и винокурова помолитесь за меня игнать я уже седьмой год боли одержимостью злым духом я убила состояние психоза своих родителей я расскажу свою биографию я с двух лет колдовала наводила поршу занимался это бред с двух лет с двух лет но что-то она гнито занималась вампиризмом культными практиками с 12 лет занималась кровавыми оргиями предала и прокляла своих родителей как предала когда убила 17 лет стала запрогуливать пары 40 годовщина смерти моей тети это все правда и когда пришла к вере ты переспала с иконой николая второго понятно понятно что тут что-то я захватила и убрать это кто-то троллит наверное если она еще раз зайдет я заблокирую дальше там выше павел карелов добрый вечер да тихонов скажите пожалуйста как стать духовно сильнее духовно сильнее стать духовно как молитесь православный идите в церковь и соблюдайте посты сходите к батюшке посоветуйтесь я никуда не могу отсылать больше дальше сергей мансуров это он сидит и уходит здрасте увидел ваше видео о том как вы советуете говорить о свидетелями егова хотелось бы поделиться с тем что я примерно так же разговариваю с учеными говоря что ваши теории большом взрыве и об эволюции это сказки истина написано в библии на чем основано мое утверждение на предсказание катастрофы наука отрицает возможность предсказания предстоящих событий так как предсказывать некому нет источник информации бога три года на сайте mail.ru вопросах и в ответах разделе естественной науки предсказываю авиакатастрофы а то он предсказывает последний раз семнадцатого марта по всем соцсетям предсказал авиакатастрофу лайнера который упадет в штопор это какое предсказание упадет в штопор не будешь на хвост падать девятнадцатого марта случилась катастрофа боинга в ростове еще один факт предсказания и доказательства того что фундаментально наука миф меня нет поддержки противостояние с такими учеными также на лицо открыто противостояние не не надо мне это спросить про предсказания возможности ну вот ну какое там был этот предсказатель то ну как припомни его на стартамус или кто нет у русских то на русских ездил здесь кто там много столько было да немного один такой был предсказание катастрофа кто этот был начало вылетел из гонки не вольф она как-то это кашпировский не ну пристали не войну везде встречался но что-то какой-то там колдун такой был до кон сталину позвонил предсказал что на этом не летал самолете команда разбилась его сына василия то вот так дальше антон краснов доброго вечера скажите пожалуйста вы читали меморандум о всемирной религии с 1 мая будет она религия не будет это всем по-моему это утку запустили все его иван иванов россии и агнат тихонов я вот не могу понять кто такой-то дмитрий энтелы что о нем знаете да мне зачем они узнают о нем уже много всего сказано никакого нет он т.о означает нет неопознанный темный пред объект его уже там раздолбали уже ничего нету хулиган провокатор это все из близких отцу даниила сысоева они почему все таки как бешеные везде кидался дрался наконец осадили его и все и все поддерживал там димитрий смирнов с ним беседовал он с кирпичом ходил фамилия его царионов димитрий энтео владимир вяземский игнат тихонов почему вы нарушаете заповедь бога не судите и судите атеиста вы попадете в ад за свой грех каждый кто судит атеиста попадет в ад ибо нарушил заповедь бога и сказал безумец сердце сам нет бога я не сужу я считаю это псалом 13 52 безумнейший из безумных это атеист но он тоже верит в свое неверие в небытие вот я его не сужу я просто прочитал зачем вам судить он осужденный уже иван иванов я тихоныч часто ходите на кладбище навещать могилы родственников вернее навещать усопших они сами могилы усопших там некая вот я бываю когда приезжаю в могила матери съезжу там помолюсь а наши совершает когда родительская суббота всей деревне и выходят батюшка это все в интернете у нас тут выставлено несчастное зимой я там не бываю летом бываю рядом когда рядом бывают там ягоды собираем я зайду и помолюсь игнат тихонович грех ли убить к того кто тебя просто так избивал душил скручил тебе руки и ноги обзывал угрожал убить и не один раз ко всему продавал спирт спаива минимум 30 человек жрал животных нормально слово такое не понимал договориться никак не хочет убивать ребенка 13 лет просто за то что у него понятно все перечисляет не грех ли его убить грех не надо его убивать пусть живет на тихоныч для вас являются нормой рассуждать о чужих грехах для вас является норма я сужи грехах и не рассуждаю даже я говорю грех и надо покаяться еще о грехах рассуждать то весь мир мир лежит во грехе весь мир дружба с миром есть враждая против бога я бы обсуждал какие-то грехи не трудно поверить что есть грех сада содомский он есть но настолько это противоестественно страшно безумно что даже не верится неужели существует такой грех а я бы обсуждал грех со своими бы грехами разобраться так тут еще дальше идет что-то не открывается третье сейчас грузится там грузится еще долго там дальше вероника фетисова еще раз лагерь наш бог ты мой сколько жизни в этом фото так у нас 18 тысяч фото здесь заходи сюда вероника на нашего больше ничего пока нету ну вот теперь дальше что у нас еще это вот там же еще были канал посмотрите как наш видеоканал страница еще одна заходите здесь 4250 примерно наши вот брат говорит там еще одна страница не посмотрела где здесь на форуме а нет последняя какая страница все но я сказал что нету не туда виноваты ну все вот смотрите на вашего ролика каждый день я выставляю утром 4 5 и вечером два насекотворения около семи роликов ежедневно выставляем но вот от жития святых на жития святых каждый день если вот здесь вверху ткнуть главное и сразу выйдите сюда на наши жития это я насчитывал восьмидесятые годы вот человек добрый это занимается выставляет вот опять сегодня выставлен артемона живого я его еще не перенес не принял другое место и во свете библии это наш сайт наш сайт он не так выглядит так подожди вот он как выглядит здесь около 50 книг аудио насчитано много фильмов видео и ответы на тысячи вопросов здесь книги у меня 30 40 38 где-то 40 одна книга наверно даже больше 43 книги большие книги по 800 страни 750 и здесь можете все это видеть ну вот сказать на сегодня все еще напоминаю прочитайте молчание придается бог в воде виктора потапова и да там есть в объятиях семиглавого змея еще книга это советую брошюр они небольшие а кто написал в объятиях семиглавого змея там не указано это один человек мы все на этом на сегодняшний день